В ведической вашнавской традиции раздел Аюрведа утверждает, что у молока есть центральное место, у молока и молочных продуктов в питании, так как в молоке коровы есть энергия любви. Если бы можно было достать молоко не изнасилованной коровы, и оно было бы чистое, без антибиотиков и гормонов, без консервантов, полезно ли такое молоко, есть ли в нём действительная энергия любви, нужная человеку? Спасибо. Ну, во-первых, для человека молоко, естественно, пока он только маленький, то есть пока у него работают на физиологии специальные внутренние секрессы, механизмы, которые позволяют молоко перерабатывать. То есть то, как вы говорите, чувство любви, которое есть в продукте, а такое может быть, оно есть в продуктах женщины, которые это молоко создаёт, саморганизм, своими системами. Коровье молоко, то есть то, что, если так можно выразиться, любовь у коровы, она предназначена для телёнка. Это, скажем так, энергии другой частоты, и они для человека не очень догадятся в этом плане. И физиологически к возрасту взросления молоко уже становится тяжёлым продуктом, в общем, для человека оно плохо переваривается. В общем-то, как и другие продукты молочки. Почему вы, например, в той же самой Индию пили? Потому что очень люди жили, скажем так, небогато, а нужны были какие-то сытные вещества, которые наполняли бы, ну вот, если не есть мясо, то хотя бы молочные продукты. То есть они как бы заменяли мясные продукты. Например, в Индии корова – священное животное, чтобы саму корову не съели, но пусть ведь молоко его пьют. То есть хотя бы спасти саму корову от смерти. То есть как вещество молоко, оно не полезло для взрослого человека. Есть исключительные случаи, когда люди могут пить молоко, но и вообще единичные. Более того, молоко – это продукт, который образует слизь, который накапливается в организме и вызывает болезни. То есть молочные продукты, они в этом плане не полезны. Даже известны случаи, что многие каши, слизисодержащие, да, то есть там, конечно, несравненно, их меньше, они уже не очень, в общем-то, сильно полезны. То есть молоко вообще с точки зрения макробиотического питания, с точки зрения сыроедения, с точки зрения диетологов, которые действительно ученые, они строят из себя ученых, это продукт не полезный. То есть по сравнению, конечно, с мясом это намного лучше, то есть оно не вызывает таких практически необратимых изменений в организме, но продукт это не полезный. То есть, в общем-то, Юрведа, которая была у индийцев, она была рассчитана на индийцев. То есть там есть какая-то доля правды, да, то есть то, что молоко, оно менее опасно, чем мясо в этом плане. То, что это продукт полезный, говорить нельзя. Поэтому очень много, что написано в Юрведе, если к этому внимательно присмотреться, оно кажется странным. То есть если продукты и рецепты в среде лучше, чем классические продукты в национальных блюдах так называемых, в национальных блюдах многих народов там смешивают вещи, которые ни в коем случае нельзя смешивать, например, рыба и молоко. Или, например, смешивают мясо, там какие-то крахмалистые, муку, например. То есть так называемые национальные продукты, которые были искусственно паразитами привиты, эти, которые, естественно, вредны. То в этом плане Юрведа считает, конечно, более полезная система питания. Например, одно время я готовил по Юрведе, у меня была книжка Юрведы. Меня возмутил один из продуктов. Нужно было делать печенье. То есть в самом составе печенья вроде бы ничего, но его нужно было два часа печенье варить в сливочном масле растопленном. Вот я думал, зачем его два часа там кипятить. То есть, во-первых, что там с маслом произойдет, при толком кипячении масло превращается уже в ватраву. Вот это печенье нужно было два часа там в этом масле кипятить. То есть там вопросов очень к Юрведе много. Сравнивая его с классическим питанием, то она, конечно, выигрывает много, очень много выигрывает. Но то идеального питания далеко. Помните, что то, что было дано для индийцев, оно было дано для индийцев. Причем для индийцев было дано, которые жили сотен тысяч лет назад. Сотен, по крайней мере. То есть даже для современных индийцев, если они живут нормально, в достатке, для них это тоже сильно неполезный продукт, то он им не нужен. Уже не говоря о том, что если очень часто пить молоко, коровы, то есть корова несет определенную энергию животного мира. То есть вы настраиваетесь на энергию животного мира. Для человека естественные продукты, которые быстро перевариваются и богаты определенными химическими элементами, естественными или перевариваемыми. А молоко предназначено для молодого животного, которому нужен рост на начальных этапах. Хотя на самом деле в природе животные, многие животные любят молоко, но никто еще не проводил исследования, как это молоко на них действует. То есть молоко, оно сильно питательный продукт и также обладает еще высоким содержанием сахара. То есть это содержание сахара, как известно, это продукт, на который, как говорится, клюют практически все животные, даже птицы. Поэтому молоко не является для человека полезным продуктом. Если его сравнивать с мясом, да, но если сравнивать с нормальным питанием, то нет. То есть в этом плане не берите Аюрведу как базу. Если вы хотите идти далеко, то присматривайтесь к Аюрведе, но тщательно ее изучайте. Есть более источники, более, скажем так, более грамотные. Почитайте, например, то, что пишет Аганян про еду. Там более глубоко исследован этот вопрос. Аганян про еду.